Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии дождь, местами будет сильный ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7, а днем 7-12 выше нуля. В горах местами плюс 2, плюс 7. В Черкесии сегодня дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, днем 10-12 градусов тепла. При КЧГУ имени Умара Алиева открылась школа социального проектирования. С какой целью она открылась? Что она дает? И будет ли школа действовать на постоянной основе? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит руководитель управления молодежной политики и социальным проектом КЧГУ Наурус Капушев. Доброе утро всем. Доброе утро, Наурус. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и приехал сегодня к нам в гости. Спасибо. При КЧГУ имени Умара Алиева, где ты работаешь, открылась школа социального проектирования. Она открылась буквально вот-вот, совершенно недавно. Для чего она открылась? Что там происходит? Кто там мучится? Расскажи. Ну, она хоть так обширно открылась в этом году за родыши этого проекта. У нас были как бы ежегодно мы приглашали экспертов, чтобы они наших студентов учили, как правильно писать проекты, как правильно писать социальный проект. А в этом году мы решили взяться за это прям так досконально и провести школу от А до Я. А также были приглашены эксперты Росмолодежи, где как раз эти эксперты и оценивают проекты всех ребят со всей России. Мы собрали студентов, около 40 человек. И никому не секрет, что у нас очень много проблем в России и социальных проблем. Поэтому и такие грантовые конкурсы, они есть, где молодежь от 14 до 30 лет, они могут подавать свои какие-то идеи, проекты на конкурс. И выиграть сумму, чтобы реализовать этот проект. Мы собрали ребят, которым это интересно, около 40 ребят. И дали площадку, чтобы их идея решения проблемы, которая ведет, они могли расписать как проект и подать на грантовые конкурсы. И тем самым мы раз учим наших студентов этому, потому что сейчас без проекта никуда. И два, решаем несколько проблем благодаря данной школе. Скажи, пожалуйста, эта школа будет на постоянной основе? Да, конечно, на постоянной основе. Выпускники школы получают какие-то знания, не какие-то, а конкретные знания. Они уже с готовыми проектами выпускаются и уже подают на конкурс. И я уверен, что большая часть этих проектов, они выиграют. И наши ребята, наши студенты будут реализовывать эти проекты на территории нашей республики и по всей России, в принципе. И ежегодно мы будем проводить эту школу, чтобы все больше и больше студентов были вовлечены в данную тему. В этом году принимали участие только студенты КЧГУ? Да, школа. В следующий раз мы, скорее всего, постараемся более обширно ее провести для всей молодежи, которые хотят этим заниматься. Но в этом году именно для студентов КЧГУ было. Кто был экспертом? Было несколько экспертов. Это Байчоров Денислам, эксперт Росмолодежи. Узденов Ибрагем также является всероссийским экспертом Росмолодежи. И Динаев Расул, он является региональным координатором Российского союза молодежи у нас в республике. Ну что же, я желаю, чтобы ваша школа процветала, чтобы все проекты реализовывались. И желаю успехов в работе. Благодарю вас. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Ногайская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова